Сегодня на Украине идут тяжелейшие бои, гибнут сотни людей. Применяются запрещенные боеприпасы, оружие, запрещенное Женевскими соглашениями. Гибнут простые граждане. Взбиваются самолеты, пролетающие над Украиной. Вот тот же Боинг малазийских авиалиний. Возникает вопрос, как это стало возможно и почему это происходит. Происходит это потому, что к руководству фунты Госдеп США провел психически неполноценных людей. Практически каждый руководитель, министр нынешней фунты имеет какое-то заболевание психическое. Это факт. Возьмем просто для примера. Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Порубей. Даже украинские СМИ уж дальше некуда, если уж они признают, что Порубей в детстве получил справку о легкой степени умственной отсталости. Это была первая справка. Вторая его справка была легкая степень умственной отсталости в форме дебильности. Это подтвердил работник архива Центральной городской больницы города Червонограда Львовской области. А справку подписал зам главного врача Р. Леусов. Наличие отсталости и дебильности у Порубея подтвердили его бывшие сослуживцы, соседи, школьные учителя. Самое страшное, что болезнь сопровождается приступами афазии. Специально справку взял. Системное нарушение уже сложившейся речи возникает при поражении речевых отделов коры головного мозга в результате перенесенных травм, опухолей, инсультов, воспалительных процессов и при психических заболеваниях. То есть психическое заболевание Порубея, оно в принципе доказано. Человек занимает один из центральных постов в руководстве нынешней Украины. Практически такие, а то еще хуже, все, кто окружает Порошенко. За самого Порошенко пока еще не достали, видимо, такие сведения журналисты. Но даже Порубей подтверждает то, что безумцы ведут Украину к гибели.